Машинка Не знаю, что вы будете вязать, как и насколько часто. Сначала стоит выбрать простую машинку для того, чтобы попробовать, насколько этот вид рукоделия вам понятен, приятен и вообще, в принципе, нужен. И после того, как вы уже понимаете ответы на эти вопросы, вы будете выбирать себе парк машин именно по той необходимости, которую вы осознали в своем творчестве. Мое личное мнение, что Нива 2 это оптимальный, наиболее лучший вариант для изучения машинного вязания. Потому что по сравнению с другими машинами она имеет ряд абсолютных преимуществ. То есть она железная, надежная, у нее большинство деталей металлические, то есть они не подвержены быстрому истиранию, как пластик. Ее легко перевозить. Вы видите, я просто поднимаю машину, убираю ее в коробку, то есть она не требует монтажа. Поставили на стол, провязали, убрали. У нее жесткий чехол, такая хорошая деревянная коробка, которая позволяет ее перевозить с места на место абсолютно без проблем. И самое, наверное, основное, то, что к этой машине всегда есть запчасти, они недорогие и есть абсолютно все. То есть любую комплектацию к этой машинке можно приобрести. На этой машинке и вязать проще, потому что у нее нет нитевода, а значит у нее нет грузиков. Конечно, может быть, отсутствие нитевода кто-то воспримет как недостаток, потому что нужно прокладывать нить на иголке. Но те, кто имеет машину с нитеводом, приобретают машинку Нива-2 именно для вязания интерсии, потому что ручная прокладка позволяет вязать абсолютно любые рисунки со множеством нитей. Легче менять нить даже при вязании полос. Смена нити происходит гораздо-гораздо проще. И плюс к этому прижимные платинки всегда сами держат полотно, и нам не требуется оттяжка. Это головная боль для многих начинающих, грузики, которые мы должны привешивать на вязание, чтобы оно не слетало. Плюс к этому могу сказать, что машинка очень выносливая, такая рабочая лошадка, она переживает даже такое не сильно аккуратное обращение. То есть, если Silver Browser, эти импортные нежные тонкие машинки, не выносят узелочки, там нельзя лишний раз нажать на каретку, там нельзя лишний раз провязать, она ломается, она выходит из строя, то эта машина выдерживает достаточно серьезные нагрузки. Если вы видите, что вязание не идет, практически всегда можно поднажать, и машинка провяжет. Также могу сказать, что пряжа для этой машины подходит достаточно толстая. 200 метров 100 грамм, вот конкретно эта моя машинка, не могу сказать, что прям очень легко, но без проблем вяжет. Она у меня провязывала самопряденную собачью пряжу, то есть достаточно грубую и камкастую, без проблем. Узелки вообще эту машинку не волнуют нисколько, ей все равно какая пряжа, ей не нужно перематывать пряжу на конусы. Обращение с этой машиной во много раз легче, чем обращение с современным сильвером. Еще одним плюсом этой машины я бы назвала ее невысокую стоимость. То есть приобрести эту машинку можно за довольно-таки небольшие деньги, а в некоторых случаях ее даже отдают в дар, потому что она лежит, все-таки место занимает, и тем людям, которые не вяжут, хочется от нее избавиться. Отдавать иногда жалко, продать за тысячу, две, три вполне реально. Как итог, могу сказать, что учиться на этой машинке гораздо проще, именно потому что у нее нет грузов, вы не отвлекаетесь на это, и учитывая ее стоимость, наличие комплектации и хорошую такую добротную сборку, ее тяжелее сломать, то есть с ней не страшно работать. Вы не будете бояться, а значит вы быстрее владеете машинным вязанием. А вязать на этой машинке можно абсолютно любые вещи. Любые вещи, которые вы вяжете на одной фантуре дорогой машины, либо на одной фантуре вот этой самой простой дешевой Нивы 2, будут выглядеть одинаково, если, конечно, это не компьютерные жаккарды, а ручная работа. То есть ручная работа, выполненная на дорогой машине и на самой дешевой Ниве, будет выглядеть абсолютно одинаково, с той же скоростью выполняться, и с теми же усилиями, с теми же временными затратами. Только стоимость этой машины в разы меньше, чем современная. Именно поэтому те, кто уже имеет перфокарточные и компьютерные машины, приобретают Ниву 2 в качестве второй машинки в свой парк вязальных машин, потому что легка в эксплуатации, легко вяжет, вяжет интарсию, не ломается, берет толстую пряжу, и в качестве второй машины идеально. Если вам понравилась эта машинка, если вам было полезно наше видео, пожалуйста, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений, обязательно приходите на наши вязальные посиделки по вторникам и четвергам. Заходите на наш сайт «Изба. Вязальня» и ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова